Одним из самых обсуждаемых здесь вопросов стал вопрос о разъединении, фрагментации и деглобализации, означающий, что торговля сталкивается с проблемами. И один из наших месседжей здесь, это моё знаменитое, я повторю это снова, сказать легко, но будьте осторожны с тем, что вы говорите. Потому что мы действительно проделали большую работу, чтобы показать, что разделение или фрагментация очень дорого обходится миру. Если мы хотим реального восстановления, важным компонентом которого должна быть торговля, то мы не можем фрагментироваться или разъединяться. Думаю, что это важно для всего международного сотрудничества. Две крупнейшие экономики мира находятся в постоянном диалоге, а отмена по ковиду, вероятно, открывает радужные перспективы. Я вполне верю, что экономический рост будет сильнее в результате снятия коронавирусных ограничений. Одна из лучших новостей для 2023-го – это Китай. Да, и вы могли прочувствовать это в Давосе. Китай – крупный торговец с остальным развивающимся миром. Сегодня одной из больших проблем развивающихся стран остается сырьевая зависимость, и диверсификация производственной структуры для них является ключевой. Так что в этом смысле я полностью согласна со словами председателя ГНРС Цзиньпина. Вы знаете, если у нас не будет добавленной стоимости, если у нас не будет индустриализации, если у нас не будет диверсификации наших экономик, то мы не сможем создать рабочие места и процветание, которых так ждет наша молодежь.